В Казахстане много предпринимателей, кто осваивает земельные участки, получившие от государства. Один из них – Казыбек Ахметов. В селе Коэнде Бурабайского района ему принадлежит 1200 гектаров земли. Он занимается растениеводством и животноводством. Казыбек переехал в заброшенное село из Восточного Казахстана в 2012 году, а в 2018-м получил кредит в размере 50 миллионов тенге по программе Сыбага и приобрел племенной скот из Чехии. Предпринимателю удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота, и уже в этом году он открыл молочную ферму. Земля, которая участвует в конкурсе от правительства, постепенно осваивается. Но в связи с увеличением поголовья скота нам необходимо расширяться. В планах получить еще 2 гектара земли. На ферме трудится 15 человек. Для работников построено общежитие. В планах у бизнесмена довести поголовье дойных коров до 250. Как отмечает предприниматель, если граждане желают приехать в село и поработать на ферме, то для них будут созданы все необходимые условия. В послании президент поручил правительству разработать подход к совершенствованию сельскохозяйственного сектора. В этой области развитие аграрной науки является основным направлением, решающим проблемы. И хотя отечественные ученые разработали качественные и дешевые удобрения для сельского хозяйства и доказали свою эффективность, спроса со стороны бизнеса практически нет, сказал академик Абельжан Кусаинов. Чтобы получить хороший урожай, необходимо сохранить плодородие почвы. А удобрения дорогие. Вот почему мы используем меньше удобрений для повышения производительности. Поэтому мы рассматривали использование отходов местной промышленности в качестве удобрения. В нашем регионе мы производим удобрения на основе золы угля. Из 1 миллиона 500 тысяч гектаров земли введено в оборот около 1 миллиона. После проведения проверочных мероприятий на площади 600 тысяч гектаров земля будет введена в эксплуатацию. Право землепользования на 200 тысяч гектаров передано другим лицам. В государственную собственность возвращено 195 тысяч гектаров земли. После проведения общего анализа объем неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения в области сократился до 502 тысяч гектаров. Агирим Сулеменова, Зарина Десикеева, Айсаулес Езбек, Айжан Сейтказина, Сабыр Кулатай, Ермек Махметов, Кокще Акпарат.